Здравствуйте! В эфире новости о сети и главные события к этому часу в студии Вячеслав Музаев и вот основные темы выпуска. Сильный внезапный снегопад внес коррективы в работу коммунальных служб. Сотрудники спецэкосервиса со вчерашнего дня убирают снег с проезжей части и обрабатывают дороги специальной смесью. Именно средства массовой информации создают тот правильный идеологический фон. Тысячи различных изданий и миллионы читателей по всей стране. Сегодня день российской печати. Газеты и журналы пользуются большой популярностью и в нашей республике. Было трудно, что я не могла претендовать на какие-то реальные места. Спортсменка из Северной Осетии стала победительницей Кубка России по практической стрельбе. Виктория Кантемирова долго шла к этому и на достигнутом останавливаться не собирается. Сильный снегопад обрушился на Владикавказ накануне. Экипажи спецэкосервиса сразу же выехали на обработку дорог пескосоляной смесью. Она продолжалась до трех часов ночи. Затем специалисты приступили к сгребанию накопившихся масс и рано утром вновь выехали на противогололедную обработку дорог. Со вчерашнего дня техника совершила больше 60 рейсов. На дороге города выезжает 24 единицы комбинированной дорожной техники, которая в себе несет до 8 тонн пескосоляной смеси. Для полной обработки города необходимо каждой единице техники сделать минимум два рейса. В среднем это получается около 50 рейсов на город. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии ВГД закрыто для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Движения по транскаму тоже с ограничениями. Они касаются фур. Водителям легкового транспорта МЧС Южной Осетии напоминает о предельной осторожности. Завершена реконструкция Дома культуры Комсомолец в Алагире. Об этом сообщил глава Сергей Миняйлов в телеграм-канале. Это знаковое место для всех горожан. Там всегда было многолюдно, а смотреть кино приходили все. Больше полутора десятков лет объект был в запустении, а в 2017 году аварийное здание вообще закрыли. Но теперь его удалось перезагрузить. Строители облагородили фасад, привели внутренние работы, заменили систему отопления, оборудовали мини-котельную, построили резервное электроснабжение. Кинозал, рассчитанный на 150 мест, уже ждет своих первых гостей. Сегодня в стране отмечают День российской печати. Несмотря на развитие информационных технологий, многие россияне, и в их числе жители нашей республики, отдают предпочтение не электронным, а бумажным газетам и журналам. А недостатков в таких изданиях нет. Только в Северной Осетии их больше сорока. О мастерах печатного слова в материале Аланы Томаевой. Самый взрослый осетинский писатель, 90-летний Сергей Хукаев, пишет свою прозу и стихи только в рукописном. По привычке. А здесь, в редакции литературного журнала «Махдук», его работы кропотливо и тщательно печатают, чтобы сохранить в истории на десятки лет вперед. И так во всем. Сотрудники журнала трепетно относятся к национальной литературе, стараются сделать ее доступной для максимального количества читателей по всему миру. У нас есть рубрика «Рохватенфхау». В этой рубрике печатаются такие произведения, которые давно читатель не читал. И мы стараемся доставать более интересную информацию. И даже есть такие журналы, которые листы переворачиваешь, и вот они еле-еле держатся, но ты не хочешь повредить, но хочешь эту информацию донести до читателя. Поэтому мы стараемся ее отсканировать. И в наши новые журналы под этой рубрикой мы их выпускаем. Журнал в этом году отмечает юбилей. 90 лет. Темпы развития не сбавляют. Печатаются 12 раз в год. Тираж порядка тысячи экземпляров. От современных тенденций не отстают. Ведут сайты, социальные сети. Сотрудничают с диаспорами мира, публикуют труды наших земляков. Наладили работу с Южной Осетии. Еще журнал два года назад учредил премию «Арфа». Участвовать могут авторы, пишущие на осетинском языке. Особая гордость Махдук – обменные номера с другими республиками. На осетинский язык переводят и печатают в журнале писатели из соседних регионов. Те, в свою очередь, знакомят своих читателей с нашей литературой. Такие проекты у нас были с Кабардино-Балкарией, с Чечнёй. В 1923 году это был Дагестан. Нам легче понять наших соседей, наших близких через литературные произведения. О чем думает этот народ? Писатель передает думы своего народа, чаяния своего народа. И этот обмен не только опытом, но и культурой – это мосты дружбы. Я их всегда так и называю, потому что после каждого номера у нас, мое ощущение, у нас укрепляются наши какие-то связи, узы. Мы становимся ближе. Книги любимых писателей и начинающих авторов можно купить в современных киосках Ногбон. Сейчас их семь, в том числе и в районах республики. Здесь можно приобрести газеты, журналы, книги, сувениры и не только. На все вопросы ответит консультант, который, кажется, прочитал каждое произведение и может подобрать книги любому. Приходит разный контингент. Приходят в основном молодёжь. И заходят пожилые люди, покупают различную литературу, которая связана с Осетией, с историей Осетии. Просят очень много. Народный наш эпос в Оландске. Очень интересуется история Осетии. Заходят также туристы, спрашивают тоже наш эпос, просят открытки, чтобы отправить, что вот мы приветы за сети. Просят детские книжки на остинском языке в твёрдом переплёте. Словари просят, разговорники русско-остинские, остино-русские, карты с достопримечательностями, чтобы они там были указаны. В Северной Осетии 71 средство массовой информации, из них 41 печатное издание. Профильное ведомство ставит задачу поддерживать сетевые формы СМИ, при этом сохраняя и развивая традиционный. Говорят об обновлении материально-технической базы типографского комплекса «Осетия Полиграфсервис» и преобразовании издательства «Ир». Мы очень высоко оцениваем людей, которые с высокой степенью самоотдачи работают в этой отрасли. Потому что именно средства массовой информации создают тот правильный идеологический фон, создают правильное мироощущение у людей. Именно они задают какую-то внутреннюю тональность каких-то социально-экономических процессов. И поэтому, на мой взгляд, эта отрасль совершенно оправдывает и требует хороших вложений. Еще один вопрос, на который обращают пристальное внимание – заработная плата журналистов. В прошлом году удалось ее довести до 25 тысяч. Работу в этом направлении будут продолжать. Долгие годы упорных тренировок и, наконец, заслуженный успех. Спортсменка из Северной Осетии Виктория Кантемирова стала триумфатором Кубка России по практической стрельбе. Девушка оставила позади даже самых опытных и титулованных соперников. О пути к высшей ступине, пьедестала и планах на будущее спортсменка рассказала нашему корреспонденту Томиле Кцуевой. Встать в стойку, сделать глубокий вдох, прицелиться и выстрелить на выдохе – простая инструкция. И вроде бы несложная, но чтобы попасть в цель, этого мало. Нужно уметь концентрироваться и обязательно знать свое оружие. Кстати, у Виктории Кантемировой есть личное. Сейчас она тренируется с Чезет Шэдоу-2. Но недавние соревнования выиграла с израильским Булли, который служит ей много лет. А еще, помимо пистолета, помогли и небольшие лайфхаки. С началом каждого упражнения на соревнованиях я закрываю глаза и мысленно вспоминаю все эти мишени, которые мне придется сейчас поразить. Это помогает мне лучше запоминать и не теряться во время прохождения упражнения. Это выглядит довольно странно, как будто какие-то обрядные танцы в начале, но зато дает свой результат. Поэтому я от этого не отказываюсь. Не отказывается и использует всегда. На Кубке России, рассказывает Виктория, она делала точно так же. Волнение, когда сотни глаз, которые смотрят на тебя и следят за каждым движением, мигом улетучиваются. Концентрация на мишене и четкий выстрел, а за ним первое место. Копилка республики пополнилась еще одним золотом, очень важным для развития спортивной стрельбы. В Осетии это в основном силовики у нас стреляют, люди военные. И военная стрельба и спортивная стрельба, они сильно отличаются друг от друга. В Москве все заточены только под спорт. Поэтому именно по спортивным достижениям у них уровень куда выше. Такого уровня достигла и Виктория. Впервые попала на стрельбище в 11 лет. Было громко и страшно, вспоминает она. Быть одной девочкой среди взрослых мужчин нелегко. Но потом, когда отец решил немного поменять направление, маленькая Вика начала совмещать две дисциплины – огневую и пневматическую. А через некоторое время стала участвовать в соревнованиях. Ну, с одной стороны, было трудно, что я не могла претендовать на какие-то реальные места, реальные результаты. Мне всегда давали одну медаль одного юниора, потому что кроме меня никого не было. Я была одна девочка и была одним ребенком. Зато теперь опытных участников может обойти без особого труда. Говорит, с направлением точно определилось. Как-то пробовала себя в технической стрельбе, но совсем не понравилось. Это непростой физически труд для миниатюрной девушки, да еще и с оружием в руках – это уже слишком. Поэтому остановилась на спортивной стрельбе. Тебе дают 80-килограммовое чучело, ты его тащишь куда-то в гору, потом берешь какой-то ящик, куда-то с ним бежишь. Мне было физически сложно, поэтому, наверное, я все-таки хочу девочкой оставаться в этом плане и не таскать ничего тяжелого, а просто стрелять. Отдельное место в спорте занимает безопасность. Тут дело даже не в том, чтобы не навредить себе, а чтобы не ранить окружающих. Нужно понимать, что держишь в руках огнестрельное оружие и размахивать им направо и налево нельзя. С таким опытом и подготовкой она с легкостью может преподавать, но особого желания пока нет. У меня не получается ничего планировать, рассказывает девушка, поэтому буду действовать по ситуации. А до начала нового сезона готовиться к новым соревнованиям, чтобы не терять форму. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»